Друзья, всем привет! Вы на канале Луганский Огородник. Нельзя нам ходить на рынок. Снова вчера понабрались. Набрали целую кучу семян, потратили кучу денег. Набрали всего разного, интересного. Это не считая того, что нам знакомый наш продавец надавал еще целый пакет простеньких сортов бесплатно от себя. Это у него была луценка, и он ее нам просто от доброты душевной дал целый пакет. Сейчас покажу вам, какие сорта мы вчера накупили. Как всегда, тут есть и те, которые мы уже выращивали, и новые, которые только хотим попробовать. И вот первый из них – это «Загадка природы» сибирского сада. Мы его еще не выращивали. Это бекалор крупноплодный. Плоды ярко-желтого цвета с розовой шапочкой. Высокорослый. У него плоды достигают 350 грамм. Очень красивый помидор должен получиться. Попробуем. Дальше идет орлиный клюв. Этот сорт очень хвалят. Мы пробовали орлиное сердце. Нам очень понравился в прошлом году этот сорт. Теперь взяли попробовать этот. Он тоже сердцевидной формы, но у него такой загнутый кончик. Действительно похожий на орлиный клюв. Очень крупные плоды до 800 грамм. Дальше идет «Фрэкенбок». Очень хороший сорт. Тоже очень вкусные сердца. Крупные. Урожайные. До 500 грамм весом его плоды. Очень сладкие, вкусные. Взяли вот такой вот американский сорт. Попробовать. Первый раз его берем. Это «Беркли тай-дай хаат». Вот такое вот необычное название, как и его внешний вид. Темно-коричневого цвета. Это с зелеными полосками у его плоды. Сейчас посмотрим. Это высокорослый. Масса и 250-300 грамм. Должен быть очень вкусным. Дальше взяли полосатые щечки. Тоже новый для нас сорт. Очень нарядно выглядит. До 280 грамм у него плоды. Высокорослый. Полосатый. Красивый. Вот такой вот. Дальше взяли сорт черный жемчуг. Наконец-то мы его нашли. В прошлом году выращивали. Он очень нам понравился. Очень вкусный. Очень урожайный. По своим характеристикам похож очень на сорт черная вишня. Который мы давно уже выращивали. Правда сейчас он у нас почему-то пропал с полок магазинов. Не можем его нигде найти. Вот взяли черный жемчуг. Он очень похож на него по характеристикам. Тоже такие немаленькие черри. Сравнительно 30-40 грамм. Хорошие большие кисточки завязывает. И очень вкусные у него помидоры сладкие. Также взяли вот такой перец. Банановый десерт. Это тоже сибирский сад. Крупные плоды до 30-35 сантиметров. И ширина стенки 8-10 миллиметров. Мы очень любим именно толстостенные перцы. Вот такой новый сорт взяли от торговой марки Аэлита. Бычье сердце. Черное. Очень красиво смотрится на фотографии. До 400 грамм. И выше его плоды. Сердце темно-малиновой окраски. С таким коричневым темным налетом. Тоже высокорослые. До 2 метров. И 400 грамм сердца. Дальше взяли шайбу. Этот сорт мы очень любим. Я уже как-то снимал про него видео. В прошлом году. Но мы собирали с него семена. Но запутались, потеряли. И теперь не можем найти, где они у нас есть. Поэтому пришлось купить пачечку хотя бы для себя. На развод. Чтобы в следующем году у нас таких неловких ситуаций не происходило. Взяли также томат вельможа. Тоже очень хороший сорт. Низкорослые. Большое крупное розовое сердце. Они очень вкусные и плодят даже в плохих условиях. Он у нас, я уже повторюсь, он у нас плодил даже в стаканах. Мы его высадить не успели. И он сидел в стаканах и созревал. Санька. Всем известный давно уже сорт. Это мы взяли чисто для продажи. Так как мы торгуем рассадой. Это взяли для людей. Ну, может быть, что-нибудь и себе посадим. Видимо-невидимо. Тоже сорт уже давно известный. Популярный. Это тоже пойдет у нас на продажу. Ну, и себе что-нибудь посадим. Петруша-огородник. Очень хвалят этот сорт в интернете. Взяли его попробовать. Это низкорослый, очень урожайный сорт. Крупная сливка. 200-300 грамм весом. Кусты до 60 сантиметров. Но его очень хвалят. Говорят, что он очень-очень урожайный и очень вкусный. Также взяли еще такой сорт. Называется дрова. Вот такие у него продолговатые плоды. Чем-то похожи на забаву или на аурию. Тоже у них такой бывает раздвоенный кончик. Или остреньким кончиком. Такие продолговатые плоды. Низкорослый. Раннеспелый. 10-15 сантиметров. У него помидорчик. И весом 80-90 грамм. Вот такой сорт взяли еще. Называется Черный Крым. Мне он сразу понравился. Своей вот такой необычной внешностью. Очень красивые помидоры на фотографии. Я сразу захотел его купить. Это первый из помидор, который я вчера сразу же схватил и взял себе. Забрали последний. Новый для нас сорт. Я даже не слышал это название. Высокорослый. Крупный. 300-500 граммов. Его вес. Очень должен быть вкусный и красивый. Попробуем вам обязательно покажу потом. Вот такой вот помидор. Дальше взяли баклажаны Биба. Это один из самых любимых наших сортов баклажан. Самый вкусный, на мой взгляд, самый лучший белый баклажан. Также взяли вот такой вот шпинат. Надеюсь, он в реальности выглядит точно так же, как на фотографии. Если фотография нам не врет, тоже будем сажать. Но самое интересное, что мы взяли в этот раз, это вот такая вот штучка. Баклажан называется пенина или дынная груша. Это экзотическое растение, фруктовое. Его можно выращивать в наших широтах. Правда, оно не зимует. На зиму нужно его забирать в закрытое помещение. А так можно выращивать его в теплице. Это фрукт. Плод его достигает до килограмма и выше. Яйцевидной формы вкусом напоминает, как написано в описании, напоминает дыню. Очень интересно попробовать. Видел много видео про него. Очень интересная штука. Попробуем, посадим и покажем вам. Вот такие вот у меня на сегодня новинки. А на этом у меня все. Если было интересно, ставьте нравится и подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok